Как известно, беспилотник одного из батальонов засек боевую технику в Донецке, которая находилась за 500 метров от школы, за 460 метров от детского садика. И об этом все пошумели, но никто не отправился на место, хотя координаты есть, и найти это все строение несложно. Впрочем, если ты сидишь в Киеве в редакции и пишешь новости, то тяжело оказаться на месте, понимаю. В общем, мы туда отправились, и все, что мы там увидели, я сейчас покажу. Вот это вот стоит уже на списании с Дубальцева. Будет, конечно, мы ее отремонтируем. То же самое, работать будет. Установка вышла из строя. Это на запчасти, может где-то будет разбитая. Затворная рама. Вот, откатники. Вот, кстати. Вот так вот. Продолжение следует... Это ангар для ремонта техники. В данном случае ремонтируются автомобили. Линометы, которые тоже восстанавливаются. Встреча с Дебальцево перевозили. Меня зовут Лихота Елена Васильевна. После событий 2 мая в Одессе нервная система не выдержала. Уже начали обстреливать Донецк. Начались бои уже в Донецкой области непосредственно. И, закончив дома все свои дела, скажем так, закончив с прошлой жизни, начали новую жизнь. Я была учителем географии и биологии. Да, я выпустила 11 класс. Отгуляли выпускной, приняли выпускные экзамены 9 класса. Рассчитались по школе, по всем вопросам, журналы, в общем, всю документацию. И потом уже ушла в ополчение. То есть, с начала июля месяца я боец. Сначала ополчение ДНР, а теперь уже армия ДНР. Ну, я была в аэропорту в составе группы Сомали, батальона Сомали. Сначала пришла туда начальником штаба роты. Потом в результате боевых действий так получилось, что я стала командиром роты 4-й штурмовой. Получается так. Попутно выполняла, так как медиков очень не хватало, поэтому в аэропорту выполняла еще и функцию с аэропортом. Вывозила ребят, 200-300 из аэропорта. Оказывала первыми медицинскую помощь. Доставляла в больницу, ну, чтобы довезти живыми. Вывезти их из-под бомбежек в аэропорту. То есть, немножечко знаю, что это такое. Сначала она не понимала, как мама бросила ее. Вот мне 16 лет, а она ушла от меня и где-то воюет. А потом в интернете есть видео, где я перевязываю раны. И она когда увидела, какие ранения я перевязываю, она, конечно, была в шоке. Она тогда мне позвонилась, сказала, «Мам, я теперь понимаю, что ты там делаешь. Ты все правильно делаешь». Так что, семья меня поддерживает. Ну, это глупость несусметная, потому что база, во-первых, не боевая. Это не боевая часть. Это тыловая часть, ремонтная часть. То есть, отсюда не может производиться никаких обстрелов в сторону украинской армии. Отсюда не могут выходить никакие военные подразделения, боевые военные подразделения. Это обыкновенная ремонтная база, где ремонтируется техника. То есть, можно сказать, это глубокий тыл. Здесь всегда была техника, которую пригоняют на восстановление. И с фронта пригоняют, и, можно сказать, отжатую технику, и наша техника, которая страдает в результате восстановления. Эта техника восстанавливается и отправляется обратно на фронт. Выполняю обязанности производителя отдела комплектования. Нештатный психолог. Какой вы скромный родитель. У меня тоже. Но мне на это наплевают. А теперь я не покажу, что я не желаю. Подписи просто решили. Они мне подарили флаг и подписали его. Здравствуйте. Вы добились своего? То, что говорили, у нас здесь хранится военная техника. Вы сейчас видите, какая это техника. Тяжелого артиллерии здесь нет. Мы занимаемся только ремонтом. И в основном ремонтом занимаемся украинской техники. Сами ремонтируем из подручных средств. Специалисты у нас хорошие. Любое восстановить можем, чтобы воевать. Да, уже второй сюжет. Да, это практически каждую ночь летают. Практически каждую ночь. Для перевозки людей, для перевозки... Вот это, что вы сняли, это стоят машины для перевозки личного состава. Продолжение следует...